Всем привет! Меня зовут Ольга Ольнева, с кем не знакомы. Я уже более 8 лет обучаю творческих людей создавать декор своими руками, строить на этом бизнес, зарабатывать на любимом деле. Я веду свой телеграм-канал, где делюсь полезной информацией, полезными мастер-классами, вдохновляю, мотивирую, где мы общаемся. Ну и, конечно, мой любимый YouTube-канал, где я снимаю полнометражные видео. И первое видео, как создавать такие ягодки, уже есть на канале, а это продолжение. Сейчас мы будем с вами собирать веточку. То есть я выравниваю вот так вот. То есть рябинка, она такими гроздьями, гроздьями, да? И вот, в принципе, выравниваете. У вас вот так вот получается. Вы зажимаете вот так, переворачиваю. И, в принципе, можно просто вот это дело обмотать изолентой или чем-то. Но, чтобы серединные не вывалились, потому что они как бы останутся внутри, я все равно стараюсь немножко все чуть-чуть переплести как бы между собой, чтобы у нас все были зажаты. Потому что у меня, например, висела такая рябина на улице, на веранде. И если бы... Ну и какие-то фотозоны могут на улице стоять. Если обмотать только верхние, то внутренние могут вылететь. И сейчас понадобится изолента. Изоленту я не взяла. Знаешь, наверное, вот черное... Нет, зеленый там не лежит? Вот это черное... А, или это... Давай я возьму, мне кажется. Вот это только вот это вот есть. Она не очень крепкая. Я не люблю, я не люблю, я не люблю, я не хочу еще... Ну, вот сильно не выглядит, длина у меня нет, скажешь... А, вот. Вот она, она, струсушка. Не знаю, это будет. Зеленая изолента не так много. Она такая у нас что-то старенькая. Ну, какая есть. Я обматываю. Ну, можно другого цвета взять. Зеленый просто у вас может не быть. Не откладывайте на потом, если ее нет. Берите, какая есть. Потому что можно обмотать потом тейп-ленту. Просто изолента, она... Ну, гораздо лучше все равно скрепляет, чем тейп-лента. Вот. Обматываем. И можно потом взять тейп-ленту. Можно узенькую тейп-ленту. У меня просто вот под рукой была такая широкая. И обматываем, чтобы скрыть изоленту. Все, обмотали. Здесь у нас могут ягодки, понятное дело, чуть-чуть там как-то их можно раздвинуть за счет проволоки. Можно, чтобы они кучкой висели. Мне нравится, когда они грозди висят. Так красивее. И берем... Листья. Рябины. Соединяем все это. То есть, вы можете здесь за счет проволоки регулировать, насколько будут свисать ягоды. Да? И зависит от того, на какой-то зоне все это будет у вас крепиться. То есть, вы смотрите просто, исходя из того, что у вас будет. Вот. Как вам такая красота? Как можно закрепить? Можно это соединить. Вот здесь вот, да? Листья и сами ягодки. Можно сделать... Загнуть их крючком и за что-то зацепить за фотозону. Ну, понятно, что хомутами. Можно, да? Пластиками, стяжками. Можно мебельным степлером. Можно это воткнуть в пеноплекс. Если у вас есть какие-то блоки на фотозоне, можно пеноплекс, да? Его задекорировать и так далее. Вот. Это может... Например, если у вас какая-то тумба или еще что-то. Вот так вот согнули крючком. Да? Ну, вот у меня тут ваза. Предположим, вот так вот раз повесили. Ну, понятно, что ваза должна быть какая-то большая. Вот. И, естественно, все равно тоже нужно закреплять. Да? То есть это зависит от того, какая основа. Либо стяжками, либо еще чем. Вот. У меня девочки вешали на баннер, да? На осенний. А мы на такой вот, как зеленый ковраль... Этот... Как газон, да? Искусственный. Вот из него фотозона сделана. То есть вариантов масса. Вот. Хвалитесь своими работами обязательно. Присылайте. Ну, и оставляйте комментарий. Надеюсь, что у вас получилось по моим мастер-классам сделать красивую работу. Продолжение следует...